Харьковская филармония находится в стадии хронической реконструкции вот уже 10 лет. И последние два года немецкий орган, выкупленный специально для нового зала, простаивает в разобранном виде. На строительные работы потрачено почти 100 миллионов гривен, но этих денег всё равно не хватило. Последнее время строители работали в долг, а местные власти почти год согласовывали новую смету – ещё на 65 миллионов. Сейчас, говорят архитекторы, деньги уже перечислены в достаточном объёме для того, чтобы возобновить работы. Там есть зрительская группа, которая будет сделана по постоянной схеме. Это сам зал, это часть группы фойер, это все технологические помещения, тиристорные звука, там масса технологической части, которая будет сделана по полной программе. По полной программе завершаются все коммуникации на весь комплекс, то есть все сети, все инженерные коммуникации, всё, что связано с пожарной безопасностью, автоматика пожаротушения, я не распространяюсь. То есть всё, что касается внешнего обеспечения, оно будет сдано в составе первого пускового комплекса 100%. Первый пусковой комплекс – это органный зал, зрительская зона, вспомогательное помещение. Полугода, говорят строители, им хватит на то, чтобы закончить работы. Причём они могут проводиться параллельно с монтажом и настройкой органа. Ведётся такая активнейшая работа, может она не очень видна с улицы, потому что это там больше внутренние работы идут, но мы надеемся, что всё-таки, как говорят, к сентябрю мы сможем открыть новый зал, органный зал. У нас колоссальный орган, уже два года лежит, ждёт своего часа, когда его установят, когда проведут все-все необходимые, так сказать, моменты, связанные с этой установкой и когда смогут уже наши органисты работать на нём. Однако на этом реконструкция полностью не будет закончена. В планах ещё реставрация старого театрального зала, постройка камерного зала и зала в фойе. Марина Николаева, Павел Велицкий, агентство телевидения Новости.